Добрый день, с вами в студии Лютаревич Дмитрий и мы продолжаем нашу тему о тайне еврейских слов и имен в Писании. И в прошлый раз мы разобрали первый подход рассматривания буквы Алиф, самой первой буквы алфавита. И сейчас мы продолжим рассматривать дальше. Мы говорили о произношении, как она произносится, о том, что Алиф, оно обозначает самого Творца. Мы говорили о том, что Творец, он является главенствующим, он является самым сильным и он является тем, который обучает нас всему. Все это скрыто в слове Алиф. Мы также с вами рассмотрели и увидели, что Алиф, эта буква, она относится напрямую к Ешуа, к нашему Мессии, который по-другому написано, что это Пели, это чудо, чудный, это одно из имен Мессии. И само Алиф, то есть первый и последний, это также одно из имен Мессии и самого Бога. Давайте теперь мы посмотрим на следующий слайд и мы разберем и посмотрим на форму написания этой буквы. Посредине эта буква, она как будто разделяется, разделяется вот такой вот полоской. Это буква ВАВ, то есть Алиф, она состоит из трех букв, ЮД, ВАВ и еще раз ЮД, которая перевернута. И как раз здесь в этом рисунке вы можете увидеть, как будто все перевернулось, оно разделено на две части параллельные друг к другу, как в зеркале видимые. И как я уже сказал, он состоит из трех букв, ЮД, ВАВ и еще раз ЮД. ВАВ на иврите это соединительный союз, его используют как И, это тот, который что-то соединяет. И он символизирует границу между миров, границу между духовным миром и физическим. И вот оно все соединяется в одно целое, между небесным и земли. Буква ВАВ, оно похоже на лестницу. И здесь вы как раз можете это увидеть, что как будто лестница, которая ведет снизу вверх и сверху вниз. Я когда смотрю на это, я сразу вспоминаю место из Писания, когда Иаков, он убегал от своего брата Исава, и он пошел к Лавану, к своему дяде. И если вы помните, он заснул, прилег на камень, уснул и он видел сон. Он видел сон, где была лестница, которая доходила от земли до самого неба. И по ней спускались ангелы и поднимались. И вот как раз буква ВАВ, которая стоит посредине, написанная в букве АЛЕВ, включена в нее, она напоминает вот эту вот лестницу, соединение между небесного и земного. Буква ЮД, оно символизирует самое начало, то духовное, которое воплотилось в этом мире. И вот это вот зеркальное отображение, оно как раз показывает, что что-то духовное, оно стало на земле, оно воплотилось и стало происходить, и приобрело физическую форму в этом мире. Как мы сказали, слово выходило из Божьих уст и приобретало физическую форму. Это все мы видим в форме написания буквы АЛЕВ. Давайте теперь мы рассмотрим ее числовое значение, как я говорил, гематрия. Буква АЛЕВ обозначает один, единицу. Единица, она говорит о единстве Бога. Мы знаем, что самая распространенная, самая главная молитва в нашем народе, это слушай Израиль. Господь Бог наш, Господь один есть. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Бог, Он один, Он единый, Он является единым источником всего сотворения. Он является и имеет единство в самом себе. Буква АЛЕВ один. Также слово, само слово АЛЕВ, если мы возьмем все буквы его, и вот как раз я здесь на слайде написал, вы можете посмотреть АЛЕВ, она состоит из трех букв. И значение каждой буквы это один, тридцать и восемьдесят. Буква АЛЕВ, ЛАМИД и ПЭЙ. И вместе получается сто одиннадцать. Это единственная буква в нашем алфавите, которая всегда возвращается на свое значение. Один, один, один. Очень интересно, что если мы возьмем и рассмотрим вот это вот слово ЭХАД, то есть один, един, ЭХАД. Посмотрите здесь внизу, я написал как это на русском, ЭХАД, один. То каббалисты, мудрецы, они говорят, что это как будто определенная аббревиатура. И оно разделяется на три значения. ЭХАД, то есть АЛЕВ, оно символизирует ЭЛУХИМ, как мы уже об этом говорили, это Бог. ХЭД, буква ХЭД, Х, тут написано. Оно символизирует ХАСАДИМ. ХАСАДИМ, это значит милость. И ДАЛЕТ, Д, оно символизирует ДИНИМ. ЭЛУХИМ, ХАСАДИМ, ДИНИМ. ДИНИМ, это значит суды. Если вы посмотрите местописание, Бог, он говорит, я Бог, наказывающий детей за преступления отцов до третьего и четвертого поколения. Но я Бог, который прощает, который милует до тысячи ровдов. Господь, он иногда изливает свой гнев. Он не любит изливать свой гнев, но это то, что он делает. Иногда просто автоматически из-за того, что мы грешим. И это как раз говорит о судах Божьих. Суды Божьи, они изливались, они изливаются, они будут изливаться. И в конце будет суд, когда каждый человек пристанет перед Богом. Вот это вот в слове ЭХАД мы можем увидеть, что вот это вот единство Бога, оно включает в себя с одной стороны суды, которые изливаются на человека. Но с другой стороны, он включает ту великую милость, которую он уже оказал людям. Когда написано, что он возлюбил нас, когда мы были еще во грехах наших. И он послал нам Мессию, Избавителя, чтобы искупить нас, чтобы оправдать нас от наших грехов. И знаете, я сделаю такое, может быть, отклонение небольшое. Но иногда мы думаем, что Ишуа пострадал за нас. Да, это так. И мы говорим сегодня, я оправдан, и я чистый, я праведник. Несмотря на то, что где-то мы, может, грешим, кто-то больше, кто-то меньше. Но, знаете, мы оправданы дорогой ценой. И если мы спрашиваем, оправдываемся мы по делам или нет? И ответ на самом деле он да. Мы оправдываемся делами, но не нашими. Мы оправдываемся делами, которые Ишуа совершил для нас. Мы оправдываемся делами Мессии, которые были совершенны. Вот Его делами мы оправдываемся. И благодаря Его делам мы имеем вот эту великую милость, которая заключается в слове Эхад, в букве Хэт, Хасадим. Бог, Он включает в себя милость и суд. И вот это вот есть Его полнота. И все это мы можем увидеть в букве Алиф. Буква Алиф, она находится в некоторых словах, во многих словах, которые мы встречаем именно в Священном Писании. И когда мы видим, что буква Алиф в слове стоит на первом месте, то это слово обычно, обычно, не всегда, но обычно нужно к нему отнестись более внимательно и понять, о чем же оно говорит. Я хочу, чтобы мы могли сейчас рассмотреть слово Адам. Адам это человек. Это не просто имя, которое получил первый человек. И мы в следующей встрече поговорим, почему именно имя Адам было ему дано. Но Адам состоит из трех букв. Алиф, Далет и Мэм. Адам. Алиф, как мы уже сказали, оно относится к Богу. А Адам на иврите это звучит или переводится как кровь. Кровь. Мы знаем, что человек, чтобы он родился в этот свет, ему обязательно нужны родители. Ему нужны папа и мама. Ав и М. На иврите это звучит. Ав. Отец. М. Мать. Чтобы произошел человек на свет, нужны оба родителя. Нужен мужчина и женщина. Отец и мать. Так вот, Дам это как раз то, что дает отец и мать. А Алиф, чтобы человек произошел в этот мир, недостаточно только родителей. Должно войти Божье дыхание. Как написано, и вдохнул он дыхание жизни, и человек стал душою живою. То есть, есть такое три единства, которые находятся в самом человеке. Это отец, мать и сам Бог, который вкладывает свой дух. Это мы уже видим в слове Адам. И Алиф, оно стоит в начале этого слова. Кстати, очень интересно, мы говорили с вами про гематрию. Если мы рассматриваем слово Адам, то, и мы сказали Ав и Эм, отец и мать. В сумме Ав и Эм, ихняя гематрия, она имеет значение 44. Это точно такое же значение, как слово Дам, то есть кровь. Отец и мать, они дают кровь. Ихнее значение в гематрии полностью совпадает. Хочу вернуться немножко назад и еще кое-что добавить насчет буквы Алиф. Когда мы рассматривали ее форму написания, то мы сказали, что она состоит из трех букв. Из ЮД, из ВАВ, которая находится по диагонали, и еще ЮД. И вот вместе ихняя гематрия, вот этих вот трех букв, она равна 26. То есть ЮД 10, еще одна ЮД, еще 10, и сама ВАВ это 6, 26. Слово, имя Господа, которое обычно не произносится в Израиле, то, что мы называем Адунай, оно, его числовое значение, его гематрия, также равна 26. То есть это опять-таки подтверждает, что буква Алиф, оно относится к Богу. Мы с вами рассмотрели слово Адам, человек. Мы можем еще увидеть и рассмотреть другое слово, которое называется ЭМЕТ. ЭМЕТ на иврите, это значит, то есть с перевода на иврит, это значит истина, правда. Мы не раз помним, как Ешуа, он говорил, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. ЭМЕТ. ЭМЕТ, истина, правда, АМЕН, тоже очень связано с этим словом, тоже является истиной. Мы видим в этом слове, что первая буква, она Алиф. Она значит, должна иметь какую-то связь, какую-то принадлежность к Богу. И если мы посмотрим и вернемся на тот слайд, который я показывал в самом начале, алфавита, то мы можем увидеть, что в слове ЭМЕТ, оно состоит из трех букв. Алиф, это самая первая буква алфавита. Тав, которая находится третья в этом и последняя, это последняя буква алфавита. И посредине мы видим букву МЭМ. МЭМ, это буква, которая стоит примерно в средине алфавита. Когда мы говорим о слове ИСТИНА, ПРАВДА, то мы должны учитывать все от начала до конца. Истина, она включает в себя все, от самого начала до самого конца. Ты не можешь ничего утаить. И вот в слове ЭМЕТ мы как раз видим этот порядок. От буквы Алиф, проход посредине и к букве ТА, в последней букве алфавита. То есть, ИСТИНА, она включает в себя все, в определенном порядке. Нету никакого искажения. Если мы посмотрим в противовес этому слово, которое называется ЛОЖЬ, и на иврите оно звучит как ШЕКЕР, ШЕКЕР. Мы опять-таки можем посмотреть на наш слайд, который показывал я вам в прошлый раз, где написаны все вместе буквы алфавита. И мы увидим, что ШЕКЕР – это три последние буквы алфавита. Корень этого слова – это три последние буквы алфавита. Но, что самое интересное, они идут не в определенном порядке, не в той же последовательности, как мы увидели в слове ЭМЕТ, ИСТИНА. Но они все закручены между собой. Они полностью переставлены. О чем это говорит? Что ЛОЖЬ – это как раз то, что берет чуть-чуть истины, но примешивая туда много других примесей. Когда-то Сатана подошел к Хаве, и он сказал, «А правду ли сказал Господь? Если съедите, не умрете». Он, да, взял кусочек истины, но примешал к ней еще кое-чего. Поэтому ШЕКЕР, в отличие от правды, оно включает, да, немного истины, но оно все переставлено в другом порядке. И вот в этом слове, ШЕКЕР, в его буквах, как они построены, как построено это слово, мы можем увидеть вот этот вот принцип. Еще одно слово, которое очень интересно, это слово «АГАВА» – «Любовь». «АГАВА» – «Любовь». Оно также начинается с буквы «АЛЕФ». И что такое «Любовь»? Написано, что «Любовь» – она не ищет своего. «Любовь» – это когда человек может давать, может жертвовать. Когда он готов отдать свою жизнь за другого, Ишуа сказал, лучший друг – это тот, который может жизнь свою отдать. «АГАВА» – она не ищет своего, «Любовь». Оно дает. И когда в любви есть Бог, тебе хочется давать. Тебе хочется намного давать больше, чем получать. Если вот из этого слова убрать первую букву, то остается слово «АВА». «АВА» – на айврите это переводится как «давайте». Не что-то физическое «дай мне ручку», а это призыв давать. Есть такая песня, которую, я думаю, каждый из вас знает. «АВА» – «Нагила». Это призыв. «Давайте», «давайте будем веселиться», «давайте будем танцевать», «давайте будем что-то делать». Когда любовь идет по призыву, то это не истинная любовь. Если из любви забрать Бога, букву «АЛЬФ», то остается только принуждение. А Бог не желает принуждения. Он желает, чтобы любовь была в нас по нашему свободному выбору. Чтобы мы могли давать от себя и не искать своего по нашему свободному выбору, а не по определенному принуждению. И поэтому именно здесь, в этом слове «АГАВА», «Любовь», мы можем увидеть, что АЛЬФ, буква, Бог, он имеет очень большой вес. И без него остается только принуждение. Я благодарен за то, что вы были с нами. И в следующем уроке мы сможем рассмотреть, в следующей нашей встрече, еще дополнительные буквы, а также слова. Спасибо вам и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин